Всем огромный привет! Сегодня я предлагаю вам отправиться вместе со мной на затест в Эльдоватэн. Попробуем ароматы Байреда. У меня часто спрашивали о том, как я отношусь к бренду, что мне нравится, что не нравится. Ну, в общем, я там на месте все и расскажу. И дома уже поподробнее расскажу об аромате, который я себе купила. Это Палп. Палп от Байреда. Так что поехали! Мне понравилась очень эта новинка, лильфлер. Пахнет розой, но на такой какой-то прозрачной очень основе. И роза причем очень современная, вообще ничего общего с розовым маслом, там какими-нибудь там бабушками-розами. И это на замшевой такой вот нежной коже основе. И еще, когда она немного выветривается, на коже появляется такая мягкая вишневость, припудренная с замшей. Классный-преклассный. Надо его еще раз сейчас на коже попробовать, но мне очень понравился. Палерма. Это цитрусовый аромат. Мне больше нравится Сан Дейст. У Сан Дейст очень интересное такое прикольное сочетание цитрусовых. И тут сахарная вата. Есть у них такие сладковатые цитрусы и зелень. И вот эта зелень очень специфическая. Она похожа. Сейчас я вам покажу, на что. Вот. Модость Мимоза. Григельм парфюмер. Но тут эта зелень такая очень-очень яркая. Она прямо такая сочная. Кто-то говорит, что клопами пахнет. Но мне нравится. Но я поняла, что модость Мимоза вряд ли я смогу носить. Все-таки такая немного въедливая здесь эта нота. Но все равно парфюм прикольный. А вот в Сан Дейст... А вот в Сан Дейст это нотка фоном. Такая слабенькая. Но мне очень понравилась. Вот. И каково было мое удивление, когда я посмотрела парфюмер у этих ароматов один и тот же. Так что нос меня не обманул. А это Инфлюренсен. Тоже такой прикольный цветочный аромат. Нежный. Немножечко не моё. Но мне больше понравился бланш. Нежные такие мускусы. По-моему, он создавался для жены... Я не поняла, какого владельца компании или парфюмера, который не любит духи. Ну, в общем, да. Это такая нежнятина-нежнятина. На мне он не держится практически на коже. Наверное, на одежде я бы держался. Ну, вот у меня как-то вот в хотелках лильфлёр, сандейст, ну, не знаю, флауэрхёд. Вот этот аромат мне описывала Катя. Катюш, привет. Она долгое время жила в Тибете, в Индии. И она мне сказала, что он пахнет точно как вот эти вот цветы, знаете, вот эти вот украшения на шее вешаются на свадьбах. Жерелья вот эти. Вот, так что она говорит один в один. А это тюльпан. Всеми любимый тюльпан. Но на мне он сидит очень ярко, ревнем. И поэтому я его как-то так себе и не купила. То есть, вначале вот эти нежные, действительно, нежная внутрянка тюльпана, как туда прям откинулся со уже. Потом он на мне становится всё ярче, ярче, ярче. И вплоть до трёх суток на коже. Но такой дикий ревень, яркий. 19.96, я помню, что мне не понравилось. А, вот она есть. Вот этот аромат розный. С человека, кстати, вот со стороны он попахивает что-то в стиле берлинской девы. Надо, кстати, тоже её сейчас потестить. Ну, что я хочу сказать по поводу вот этих вот ароматов. В общем, я попробовала на коже Лильфлёр, вот ещё разок. Потом розу вот этой безымянной земли. И флауэрхёд. В общем, флауэрхёд это такие прямо цветы белые-прибелые. В сладкие чем-то похожи... Вот я не знаю тоже, как пахнет франжипани, но чем-то похоже на, наверное, эту берозу. Ну, так интересненько. Я просто не любитель вот именно таких цветов. Но, тем не менее, всё равно это как-то вот прикольно. Экзотично, наверное. Потом ещё аромат, вот этот Лильфлёр. Не знаю, что-то в этот раз на коже мне не очень понравился. Он открылся. Он пахнет вишнёвым ладаном. Вот прямо вишни и ладан. Роз в нём чувствуется. А вот эта вот розовая, безымянная этой розы, безымянной земли, в любви, хотела сказать, она пахнет мылкой розой. Я хотела бы ещё дополнить, что аромат роза безымянной земли на мне раскрылся. Я сказала, что это мыльная роза. На мне он раскрылся, в общем-то, потом очень близким к агенту-провокатору классическому. Да, он у меня есть, но он у меня чисто вот как слонкин зол стоит вот для просто вот, ну, чтобы было для понюшки, чтобы вообще не забывать, как это пахнет, потому что это совершенно не моя история вообще. То есть я не могу выносить вот такой вот тяжёлый какой-то и грязный ватый достаточно то ли мускус там, то ли что-то такое в базе. Хотя я уже к нему так попринюхала за 7 лет вот этой миниатюре 5 мл в 7 лет, она полная. Вот. Ну, пахнет вот неизменно. То же самое всё. Ну, в общем, вот эта роза, она никакой там нет ни берлинки, ничего. То есть это всё переходит вот а-ля агент-провокатор, но только более чистое такое звучание. На мой взгляд, поприятнее. Но мой муж, допустим, терпеть не может агента-провокатора. И когда я ему дала попробовать вот эту розу, у него была реакция абсолютно идентичная. Он говорит, ой-ой, только не это. То есть они всё равно как-то так близки, но вот если мешает что-то какая-то вот грязь вот в этом аромате, то вот эта роза была бы, наверное, более таким, ну, как бы приемлемым, что ли, вариантом. Вычищенным, выхолощенным. Вот. И что касается ещё аромата вот этого, лильфлёр, то вот этот ладан, вначале он показался таким современным, какой-то роза, что-то такое, вишнёвая замша какая-то. А потом он на мне гудел вот этим бесконечным ладаном стиле, там, допустим, Сержев, Сержа Лютанца. Что-то такое вот из древесной серии. То есть, ну, для меня это не показалось просто чем-то интересным таким вот и новым явно. Может быть, конечно, я его дважды тестила, может быть, в зависимости от погоды. Он по-разному сидит, потому что поначалу мне этот аромат очень понравился. Ну и Flower Heard в базе тоже начал пахнуть немножко с оттенком такого порошка непонятного. Я, допустим, такой порошок чувствую в Libre от Yves Saint Laurent, потом Larive, по-моему, Lalique. Вот специфический какой-то такой вот оттенок, немножко дезодорантный что ли. Я вот не могу, мне он начинает напрягать. Вот. Так, и я расскажу сейчас о Bayeredo Palp. Ну, я делала распаковку этого аромата в Инстаграме. Он вот такой вот двойной. Так, секундочку. Здесь у меня 50 мл. Ну, сам флакончик и послание от Bayeredo. Наверное, я его использую в качестве блотера. Вот этот аромат, несмотря на то, что он 2008 года, меня заинтересовал вот именно каким-то немножечко необычным звучанием, то есть абсолютно четко сразу же понимается, что это ниша, что это не избитое такое звучание. Поначалу он на меня произвел впечатление гиперсовременного. Сейчас я уже к нему как-то повыклась, и мне уже не кажется, что это там что-то такое вот прямо. Но, на самом деле, вот первое впечатление, не только у меня, у многих людей, он вызывает, что это что-то очень-очень современное, интересное такое, и ни на что не похожее. Действительно, вот я не могу сказать, чтобы это было на что-то реально похоже. Я просто приведу ряд ароматов, которые можно как-то вот приблизительно по стилистике, может быть, как-то поставить в один ряд, но все равно это очень самобытный парфюм. Итак, пал 2008 года. Вверх бергамот, кардамон, черная смородина, цветочно-фруктовый аромат, средние ноты инжир, красное яблоко и тиаре. Кстати, я хорошенько разносила вот этот тиаре, который мне прислала Лена из Италии. И, Лен, если ты меня смотришь, классный аромат. В общем, тиаре мне нравится все. Вот. База, белый кедр, пролине и персиковый цвет. Так, и чем же вот это пахнет? Я вообще поначалу хотела купить себе Сан Дейст, потому что мне он очень, очень так это запал в душу с прошлого года. Я подумала, такие нетривиальные цитрусы. Вот, такой вот, ну такой, ох, терпкий вот этот аромат. Хоть он и фруктовый, но тут терпкости как-то хватает. И тоже, между прочим, что-то цитрусовое кажется. Вот. Но, когда я попробовала палк, я поняла, что он гораздо более самобытный и необычный. В общем, я его нанесла на кожу, и вот этот Сан Дейст потерялся, и я слышала только палк. То есть на два запястья. И вот так вот ходила, меня просто догоняла все время такая очень необычная, неизбитая фруктовая, инжирная вот эта фруктовость, потому что здесь пахнет именно фруктом инжира, не листьями, сладко. И какая-то сырая такая нотка, которая мне сразу же напомнила похожий оттенок в тендрер от Барути. Но если в Барути вот эта сырость, такая земляная сырость, как будто бы земля после дождя, влажная, сочетается там с какими-то огородными, типа базилика, что-то такое, вот зелень какая-то такая терпкая. И там все-таки как-то вот этот аспект, вот этот сырой, он более выражен. Ну, Барути вообще как бы такое ощущение не стремится ввлиться прямо в вашу повседневную жизнь. Байреда, на мой взгляд, Брэд все-таки, почему его очень любят в Европе, потому что это носибельные ароматы. Они интересные, но они абсолютно носибельные. Их можно носить на работу, и, кстати, и палп тоже. И в то же время они интересные. То есть это не то, что вот прямо такой вот кэжуал, совсем какой-то ну, серый, непонятный. Хотя там много достаточно ровного такого. То есть по большому счету, вот так вот очень сильно меня пока что, кроме вот этого аромата, ничего там не зацепило. Но тем не менее, все равно даже вот этот необычный такой аромат, он абсолютно носибельный. Он выдержан таким образом, что он не сидит очень долго, вот до ума помрачения, чтобы вы там с ума сошли и все вокруг вас. Он меняется. Вот я сейчас расскажу, как. В общем, я сразу же в любом случае почувствовала, что это что-то необычное. Но вот эта вот сырость, она не подвальная, а вот именно тоже вот мне немножечко вспомнилось в Уманите, хотя это разные ароматы, тем, что вот эта сырость немножечко похожа как бы как от водоема. То есть что-то такое классное, такое приятное. Летом это вот прямо суперский аромат. Мне он очень понравился. И я вначале была в расселенности, потому что я была уже точно уверена, что куплю Сандэйс. И в итоге я изменила свое решение, потому что я поняла, что палп мне нравится гораздо больше. Он очень такой, ну, многогранный для фруктового аромата. Вот этот инжир немножечко, не немножко, а так поддержан такой терпковатой ноткой. И мне она иногда кажется, что это как будто бы как дым, то ли сигарет, то ли чего-то. Ну что-то такое дымное немножко, но это не сигаретный дым. Я не могла понять, на что это похоже. Какая-то как древесность, что ли. И вот единственное, что я могу представить, это вот когда вы открываете чай листовой, ну какой-нибудь, может быть, с небольшим ароматизатором фруктовым, и вот эти терпкие чайные листья, они пахнут, ну, они пахнут. Если и древесность, то такая вот чайного листа. И вот эта вот сырая такая нотка, потом в нем появляются какие-то цитрусы. А к базе он становится немножечко шампунистым. По стойкости у него очень яркое вот это фруктовое начало. И первое время мне казалось, что он такой гиперяркий. Потом я стала к нему привыкать, и, ну, решила, ну, подумала, что я могу как-то, может быть, слишком много нанести его, и решила, чтобы не переборщить, а зайти в облачко, просто сделать пару пшиков в облачко. Но потом я поняла, что вот таким нанесением он не так уж ярко пахнет, и особенно его даже как-то и не заметили на мне. То есть спокойно на кожу, там, два-три пшика, и это будет классно. То есть вначале будет ярко, ну, буквально, может быть, там, в течение первого часа такая вот будет вот эта инжирная фруктовость, очень такая насыщенная. Потом он начнет все больше раскрываться вот теми оттенками, которые я говорила. И вот эта такая типа шампунистая немножко цитрусовая база, это уже в самом-самом конце. Ну, так внятно, на коже на моей он часа четыре слышен, потом все это уже там как-то, наверное, просто вокруг каким-то, какой-то дымкой. Но это больше и не надо, потому что, мне кажется, если бы вот этот аромат был бы вот такой убойный от начала до конца, то от него бы можно было бы быстро устать. Вот. Я почитала на фрагрантике вот эти отзывы по поводу... Я никому не советую покупать его вслепую, без затеста, потому что я почитала комментарии, я поняла, что, ну, у людей совершенно разные могут быть ассоциации по поводу этого парфюма. Кто-то вот эту фруктовость инжирную слышит, как дыню уже такую начинающую подгнивать, залепленную какими-то мушками. Кому-то вот эта сырость кажется какой-то там подвальной, что это морковка какая-то там в подвале. То есть, ну, у меня нет таких ассоциаций. Он вообще не пахнет никакой, ни гнилью, ничем. Может быть, да, где-то немножко на грани, потому что, кстати, палп переводится как мякоть, но здесь вот эту грань аромат не переходит. Но я могу понять тех, кому, может быть, там, подташнивает как-то вдруг. Ну, потому что мне тоже далеко не все парфюмы нравятся. То есть, исключать этого нельзя, но вообще, кстати, я посмотрела, что на англоязычной фрагрантике гораздо лучше отзывы об этом аромате, чем на нашей фрагрантике. Там гораздо меньше вот этих вот сравнений с погребами, с гнилыми овощами. Не знаю почему, но, в общем, вот так. Вот. Мне он очень нравится. И со стороны он тоже очень приятный. Да, мне уже его отмечали. И, в общем, классный. Жаль, что как-то я раньше именно его не тестила. Я пробовала вот эти вот хиты от Байреда, там, типа Тюльпана, Африканского бала, что там еще, 1996, да, там. Ну, в общем, всякое такое. И это было не совсем мое. А вот этот мне аромат понравился. Пишите комментарии, что вам нравится от Байреда, что вы думаете вот об этом парфюме. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.